Нельзя пройти мимо факта обнаружения захоронений, массовых захоронений граждан Донбасса, Новороссии, Украины, как бы ни называть эту территорию. Это чудовищно, когда гражданских лиц самым изуверским способом умерщвляют и бросают в ямы, в шахты, засыпают землей. Расстреливают со связанными руками. Это не расстрел, это убийство. Во-первых, никто не имел права лишать жизни. Ну и сам способ. Это лично раз говорит о криминальном характере всех этих действий. Нам казалось с вами, что в 1955 году мы подавили всё бандитское подпольное движение в Западной Украине. Да, наиболее оголтелых, может быть, арестовали, они отсидели сроки свои, были убиты в перестрелках. Но гребница осталась. И вот она дала всходы за почти 60 лет после завершения этих операций в Западной Украине. За 23 года независимости и за 10 лет ющинской политики воспевания нацистов, шухевичей, бандеровцев и всех остальных известных. Но более изувеского способа нет. И это не просто должно вызывать у нас всех возмущение. Потому что это дикость, варварство не на границе с нашей страной, а рядом уже Ростовская область. Это один угольный бассейн. И Ростов уголь, и Донецкий бассейн. Но кто-то провел искусственные границы. И у нас это невозможно сегодня. А у них возможно. Мирных людей. Понятно, что девушки были изнасилованы, и чтобы строить преступления, были умершлены. А мужчина, видимо, был свидетелем этих зверств. Вот за 23 года создано нацистское государство. Создано специально, чтобы дальше провоцировать обострение отношений в целом Европе, между Западной и Восточной Европой, между Евросоюзом и Россией. В России создано... Это не просто режим нацистский, но воспитано целое поколение изуверов. Те, кто будут долгие годы еще ненавидеть нас. Им по 20 лет. Они учились по другим учебникам. Их назвали Национальная гвардия. Гвардия — это лучшее, что было в Советской армии и за рубежом. А здесь Национальная гвардия — это значит бандиты, уголовные элементы. Кто больше убьет гражданских? Они избегают столкновений с ополченцами, ибо могут получить вооруженный отпор. А вот захватить деревню, хутор, поселок, ворваться в дома мирных граждан, ограбить, убить, сжечь, пытки. Пытки самые изощренные. Палачи немецкого третьего фашистского рейха, наверное, улыбаются там, где они еще не до конца стлели в могилах. И на той же украинской земле, русской и немецкой. Они видят, как последующие их внуки повторяют все то же самое, что делали они. Естественно, нужная идеология, нужны, так сказать, политические какие-то добавки. Но как им разлить русских? Как им показать, что русские в России и русские на Донбассе, это русские второго сорта и третьего. А вот русские на Украине, это знать, это элита, это национальная аристократия. Пока до этого никто не дошел. Это сделано здесь, на Украине. И параллельно идет война на Ближнем Востоке. Этих боевиков подготовили американцы в спецлагерях. И цель одна, до конца зачистить, убрать режим Башара-Асада. И эти боевики, пускай, так сказать, периодически грабят, убивают, понижают цены, повышают. А дирижеры из Вашингтона и Лондона будут этим руководить. А Украина, да то же самое. Подготовленные, обогренные кровью, их ждут в ГАКском трибунале. Их ждут в трибунале в Донбассе, в Ростове, в Москве. Куда они пойдут? Туда же, куда их старшие братья шли с 1945 по 1955 год. В катакомбы, в пещеры, в леса, в горы уже всей Восточной Европы. Вся Восточная Европа будет под пятой этих бандитов. Но там уже не будет НКВД, ЧК, Советской Армии. Они их побить, побороть не смогут. Значит, опять американский дядюшка Сэм будет помогать. Бомбить будет. Сейчас бомбят север Сирии. Потом будут бомбить Запад Венгрии или восточные регионы Румынии. Там, где будет больше всего этих банк. А сегодня их создают. В наглую сидит банкир Коломойский с улыбкой. Такой же, как Абрамович. Улыбка. У них одинаковая улыбка. Вот вы русские тут, славяне второго сорта. Мы будем вами руководить. Ваши деньги будут наши. Почитайте все эти философские труды. Они же все это реализуют сегодня. В нашей стране не удалось. Вот они на Украине это сделали. Забрали себе все деньги. И заставляют русских убивать русских. Не просто, если в 45-м по 55-м это были действительно националисты Западной Украины. А здесь они уже дошли до пика. До последнего. До писка. Заставить самих русских убивать. И убивать целыми семьями. Изуверство, дикость, варварство, нацизм. Все в самом худшем виде. Геббельс и Гиммлер. Они меркнут их, так сказать, деяния. В посредине с тем, что делается здесь. Славянский размах. Русская душа. Давай. Пошли вперед. И все готовы сжигать, уничтожать. Никого не жалея. Это чудовищно. В этом смысле, конечно, они репетицию провели в Югославии. Когда они брали из моргов албанцев, подбрасывали на какой-то участок. Говорили, что это убили сербы. Сейчас они самолет чужой совершили, так сказать, теракт, аварию, чтобы опять попытаться взвалить на Россию. Вот все же в чистом виде. Милошевич же предупреждал об этом. Но Ельцин и его команда не стали спасать Милошевича. Хотя можно было отправить туда 100-тысячную армию и флот. Ну зачем спасать? У нас только что говорили, что у нас там наметились хорошие тенденции с Западом. Враг Запад. И Германия, и Франция, и Британия. Это все США. Это все наши враги. И Япония. Вспомните все мировые войны. Везде они были против нас. Чуть-чуть союзники, а потом начинают нас убивать, уничтожать. Все были союзники мы, да? Наполеона душили. Через 30 лет они же все идут, нас убивают. Значит, наш русский солдат спасает Европу от Наполеона. А пенда русских наказать. Оказывается, у вас сильная армия. И бросают, Крымскую войну начинают. Защищая кого? Турцию. Мусульманскую Турцию. Которую сегодня не пускают в Евросоюз, потому что она мусульманская. А что вы ее 150 лет назад защищали? Потому что не надо было им Турцию защищать. У нас был повод стравить турок с Российской империи, а потом напасть на Российскую империю. И в том, что 41-й год такой же. Справедливо решили Гитлер-Сталин соглашение, а потом Гитлера добить и русских добить. А русских добить так, чтобы с позором сами ушли из Германии. И в пьяном виде еще музыкой руководили. Уходим, ребята. Вы тут зря положили 30 миллионов. Зачем? Я из Урала. Я строить умею. А что я здесь буду строить? Здесь я буду разрушать в Германии. И голосуют. Голосуют и идут маршем мира. Воскресенье. Они же идут. Последующие гитлеровцев убивают наших людей на Донбассе. А последующие пятые колонны, которые нам все революции и войны устроили, идут по лучшим бульварам столицы. Под видом того, что они хотят мира. Можно подумать, мы, Россия, начинаем войны. Все войны они начинают. И сегодня на Донбассе тоже кто-то нам потом скажет, кто там кого убил. Поэтому мы должны здесь быть очень бдительными. Это не последнее захоронение. Но если вскроются все шахты заброшенные, там тоже найдут много тел мирных граждан. И продолжаются обстрелы. И обстрелы именно по домам. Выжигать русских. Лишать их жилищ. Медицинской помощи. Гуманитарной помощи. Чтобы не работал водопровод. Чтобы не было электроэнергии. Чтобы они разбегались. Расходились. Более страшной нацистской идеологии, чем сегодня на Украине, никогда в истории человечества не было уже. Это последний барбарский режим в Киеве. Это в чистом виде каратели. Это хуже гестапо. Хуже эсэс. Самое страшное, что Европа могла породить, это вот сегодня они. Киевские каратели в виде батальонов. В Латинской Америке США создавали эскадроны смерти. А есть прямо батальоны. Скоро будут полки и дивизии. Но мы должны с вами быть длительными. Спасибо, Владимир Владимирович. Вячеслав Алексеевич.